Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня у нас в гостях Ольга Касимова, заместитель председателя правительства и министр семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Ольга Михайловна, здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Начало 2020 года, время подводить итоги 2019 прошедшего. Прошлый год был знаменован тем, что проходил под эгидой реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта «Демография». Давайте немножечко поговорим о нем, остановимся. Какие, может быть, главные итоги этого нацпроекта за 2019 год можно подвести уже? Добрый день, уважаемые зрители. Действительно, самый главный вопрос, который мы решали все вместе и продолжаем решать, это реализация национальных проектов. Наш проект, которым занимается министерство, национальный проект «Демография», является одним из главных, поскольку он ориентирован на граждан, на повышение качества жизни, на продолжительности жизни, на рождение детей. Все это вместе, конечно, дает результат демографических процессов. Что касается показателей реализации демографического проекта, проекта «Демография», то мы его за 2019 год выполнили. Исключением является рождаемость. На сегодняшний день, пока мы не имеем данных Росстата о рождаемости детей, мы получим предварительные итоги 2019 года лишь в феврале, и в августе уже получим полный анализ Росстата. Но, имея абсолютные цифры на сегодняшний день, мы понимаем, что показатель рождаемости сегодня не будет в полном объеме выполнен. Не выполнен он будет и в целом по стране. Почему? Потому что это серьезный процесс, который одним годом не может решиться. Задача действительно амбициозная. И поэтому все, что сегодня, собственно, делается в рамках реализации проекта «Демография» и на федеральном уровне, и на региональном уровне, направлено на повышение качества жизни и рождаемости. 2019 год не стал исключением. Мы очень много сделали в рамках поддержки семьи. И на федеральном уровне это тоже акцентом было очень серьезно заявлено. И на региональном мы не отставали. И я думаю, что этот процесс продолжится дальше. Ну, буквально вот скажу прям несколько слов. В 2019 году на федеральном уровне была принята поддержка семей, в которых родился первый ребенок. И выплачивались средства порядка 10 тысяч рублей, если точно 9 992 рубля. И у нас около 4,5 тысяч семей получали эту поддержку. На федеральном уровне также была поддержка семей при рождении третьего и последующего ребенка. Там тоже выплата составляла чуть больше 10 тысяч. И уже 7,5 тысяч по региону таких семей получили поддержку. С нашей стороны мы очень серьезную поддержку, считаю, будем оказывать при рождении первого ребенка. Дело в том, что мы провели анализ и выявили, что многодетные семьи имеют достаточную поддержку, неплохую в рамках реализации материнского капитала. И капитал семья. И получают средства и региональные, и не федеральные. Семьи со вторым ребенком тоже имели поддержку. В единовременные выплаты 50 тысяч, а также выплаты ежемесячные. И когда мы стали анализировать, почему же у нас процесс рождаемости уходит на более дальние сроки, разговаривая с молодыми семьями, которые не имеют детей и пока и не планируют, мы выяснили другую проблему, что перекос небольшой у нас возник в поддержке семей молодых и при рождении первого ребенка. Поэтому с 2020 года у нас вступит в силу закон и будет реализация поддержки единовременной семей при рождении первого ребенка. Но здесь есть ограничения. Возраст мамы должен быть до 25 лет. Почему мы это ограничение включили? Ну, для того, чтобы, во-первых, дать возможность молодым не заработать сначала на квартиру и прочее, а все-таки в молодом возрасте родить ребенка, а потом родить и второго, и третьего. Поскольку у нас поддержка, вот я уже сказала, на второго, на третьего, то есть при рождении первого, мы понимаем, что с рождением каждого ребенка семья сможет получать поддержку. Это очень важно. Причем и федеральную поддержку, и региональную. Вот это одна мера. Вторая мера, которую мы тоже очень серьезно проработали, на мой взгляд, это поддержка многодетных семей. Много сегодня вопросов по строительству домов. Порядка 4000 семей сегодня имеют участки, которые, собственно, выданы были бесплатно для строительства домов. Все эти участки, конечно, для того, чтобы построили дома, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, чтобы детки росли на природе, имея приусадебный участок, могли выращивать ягоды, фрукты. Но когда мы проанализировали, мы поняли, что, собственно, строительство не идет в таком масштабе, как бы нам хотелось. Муниципалитет при этом закладывает и тратит большие средства на коммуникации, но мы не имеем возможности повысить качество жизни семьи. В чем дело? И на одном из общественных советов, когда губернатор, собственно, задал такой вопрос, почему мы не строимся, и ответ был прост, нам, во-первых, не дают кредиты, многодетные сказали, семьи, и, собственно, не хватает средств. Тогда мы получили поручение Сергея Ивановича о том, чтобы представить перечень предложений, которые смогут решить эту проблему. То есть мы поняли, что поддержка в данном случае нужна. Благодаря вот тому, что мы тесно сотрудничаем с нашими сообществами многодетных, и большое им за это спасибо, за то, что они откликаются, мы очень много обсуждали, какая же мера будет действительно действенной, какая мера действительно поможет решить эту проблему. И, собственно, придумали. Обсудив с ними, мы поняли, что есть вариант, и их два. Мы сегодня предлагаем один из двух вариантов при поддержке семьи. Первый – это при рождении, при получении участка семья может начать строительство, взяв кредит, но государственная региональная поддержка будет в плане выплаты до 300 тысяч рублей на первоначальный взнос. Семьи берут кредит, строятся, обживаются, заселяются. И мы предлагаем вторую поддержку, которая поможет тоже высвободить какие-то средства и помочь семье. Это выплаты до 700 тысяч рублей при условии, что уже семья построит дом, ведет его в эксплуатацию. То есть мы понимаем, что одна из этих двух мер должна начать процесс массового строительства. Предлагаем, что по нашим расчетам и подсчетам порядка 220 семей должны откликнуться на эту меру и начать строительство в этом году. Мы не ожидаем, что сразу в первый год у нас будет большое количество, но в процессе это будет, собственно, я думаю, продолжаться и развиваться. Еще одна мера, которую мы, собственно, пересмотрели и изменили, это реализация капитала «Семья». Много критики мы выслушали, и, собственно, справедливой критики мы ее приняли и внесли изменения. Критика касалась того, что было ограничение по нуждаемости в отношении капитала «Семья» по выплатам за ипотеку. Действительно, ограничение такое было. Мы его в 2019 году сняли по инициативе губернатора, нас поддержали депутаты. И то количество семей, предполагалось, 4 тысячи семей воспользуются вот этими выплатами. И оказалось, на самом деле, 6,5 тысяч семей потратили средства капитала «Семья» на выплаты ипотеки. Это тоже дополнительная поддержка семьи, и она должна быть. В этом году мы еще запланировали, и она уже начинает действовать, поддержка семей, в которых родились сразу трое детей. Тоже было ограничение по метражу. Ограничение снято в этом году. Вот мы планируем, что в феврале этот закон начнет действовать. И уже начиная с этого года, мы начнем выплачивать семьи, в которых сразу родились трое детей, средства на улучшение жилищных условий. Потому что, когда один ребенок рождается, это счастье, два – это счастье вдвойне, но три – это счастье втройне. И мы должны поддержать именно в этом направлении. Много вопросов у нас, предложение было по подарку новорожденному. В этом году с 1 января, это была задача, которую поставил нам Сергей Иванович, такой подарок должен быть вручен всем мамам, которые с 1 января начнут нам дарить детей, поздравлять. Мы будем вот таким вот образом. И мы много тоже обсуждали с нашими мамочками, с будущими, с многодетными мам, у которых большой опыт, какой же подарок подарить. В министерстве, конечно, тоже был составлен перечень того набора, который мог бы быть в подарок вручен семье. Но обсуждая с общественностью, с мамами, мы достаточно корректировку большую внесли. И сегодняшний перечень, который мы предложили нашим мамам, это подарок к новорожденному, это одежда для новорожденного, собственно, предметы для новорожденного ребенка. Они очень хороший нам, собственно, отклик и оценку дают. Во-первых, это натуральные материалы. Во-вторых, это не на 2-3 дня, что называется, вот после момента рождения. Это тот набор, те вещи, которые будут использоваться в последующем, что немаловажно. Ну и одним из главных вопросов, которые мы для себя тоже как положительные отметили, это то, что все мамы вместе с подарком получат информационный бюллетень, справочник, в котором будут основные вещи прописаны. Мы его подготовили вместе с Министерством здравоохранения. Это вопросы, которые требуют знать маме при уходе за новорожденным. И вопросы прикорма, и вопросы одежды, и воспитания, в общем, там все. И есть еще контакты, куда обратиться в случае каких-то вопросов. Это очень важно. И те женщины, которые получили у нас уже 1 января такие подарки, Ну, собственно, мы получали информацию, ответ, что спасибо за то, что такая работа была проведена. Она действительно достойная и качественная. Нам, кстати, задавали вопросы по поводу того, что подарки будут получать только женщин, у которых родились дети в региональном центре. Нет. Хочу заверить всех наших женщин, всех мам, те, которые ждут детей, ожидают подарки, получат все. Мы их уже распределили по всем точкам, по всем роддомам. При выписке каждая мама получит вот такой красивый набор. 1 января у нас 16 мам родили нам 17 детей, поэтому 17 наборов мы отправили вот уже в первый день января. За что спасибо нашим большим мамам. Ну, а мы будем продолжать дальше поддерживать их. Не могу не спросить про программу «Социальный контракт». Тоже вот даже представители СМИ, мои коллеги, весь год ездили в разные уголки области, рассказывали про семьи, которые используют вот этот социальный контракт. Сколько за 2019 год семьи взяли и воспользовались этой услугой? И есть ли уже прогнозы на 2020? Ну, во-первых, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы нас поддержали, помогали вместе с нами вот эту работу проводить. Потому что одно дело, когда мы проводим ее точно, индивидуально, и второе дело, когда об этом рассказывать очень серьезно и доводить эту информацию до всех наших граждан. Действительно, проект начал работать с 2014 года, и по 2018 году это было 462 контракта. Это сумма большая, количество большое. Мы как бы внесли свои коррективы в работу в социальных контрактах, и уже вот за 2019 год у нас таких контрактов 745. Ну, то есть практически в два раза мы цифру увеличили. Но хочу сказать, что 90% контрактов, которые заключаются сегодня, это контракты на развитие лично-подсобного хозяйства. Что касается категории, вообще как бы система социального контракта направлена на снижение уровня бедности. Это тоже одна из тем, которым занимается министерство. И, собственно, все вопросы, которые связаны с самообеспеченностью, с развитием личного подсобного хозяйства для того, чтобы обеспечить и себя, и свою семью, как раз направлены на то, чтобы снизить бедность. Вот контракты – это как раз одна из тех мер, которые мы активно развиваем. И сегодня 90% контрактов – это лично-подсобное хозяйство, я уже сказала. То есть это жители, имеющие свои участки, это, как правило, сельская местность. Но и что мы имеем? Во-первых, 43% – это получившие контракты, это малообеспеченные граждане. То есть главное условие, которое нам необходимо решить, это снизить бедность. Но очень серьезные работы мы проводим еще и для того, чтобы не просто получила семья какие-то средства, но и смогла развивать свое хозяйство за счет своего труда, за счет внутренних ресурсов. То есть те те семьи, которые не боятся работы, не боятся трудиться, покупают и саженцы, заводят там телят, свиней, там… Даже делают жирность. Да, сейчас я расскажу об этом. То есть 49% – это многодетные семьи. То есть вы понимаете, что мы контрактами охватываем ту категорию, которой больше всего нуждается поддержка. Я хочу сказать, что многодетные семьи очень достаточно активные. И достаточно спасибо вам за то, что они такие активные и качественно помогают нам этот процесс и проект реализовывать. Потому что наша задача не просто сдать семья, чтобы потихонечку там работала, но мы и начинаем сопровождать. То есть это главное отличие от 2018 года – мы сопровождаем эти семьи. На сегодняшний день у нас есть банк тех граждан, которые вступили с нами в контрактные условия. Мы их ведем. У нас на сегодняшний день 18 направлений реализации этого контракта. То есть человек может выбрать дело по душе. Мы работаем очень активно с Министерством сельского хозяйства и с Агентством по предпринимательству, с Розиди предпринимательства. Почему? Для того, чтобы в последующем, сначала из личного подсобного хозяйства, потом небольшого или маленького хозяйства, мы могли, собственно, развить уже большое предприятие, которое сможет уже получать другие гранты и другое развитие получать. Но для того, чтобы вот этот процесс, вот этот путь был пройден, нужно сопровождение. Сопровождение в форме обучения. То есть любая семья сегодня, взявшая контракт, который необходим обучение, по любому направлению мы готовы поручить и сельхозакадемии, они с нами сотрудничают. Подготовки бизнес-плана, пожалуйста. То есть вся работа по дальнейшему сопровождению настроена на то, чтобы мы в последующем получали маленькие киперативы на территории муниципальных образований, но в последующем это будут хозяйства. Очень серьезно эту тему поддерживает и Министерство сельского хозяйства, за что им тоже большое спасибо, потому что совместными усилиями они тоже видят результат труда. И я думаю, что мы решим несколько задач. Ну, первая задача, во-первых, это самозанятость, во-вторых, это самообеспечение себя, своей семьи, ну и профилактика ждевенчества, потому что, к сожалению, такая у нас проблема есть в обществе. И чем больше людей будет занято вот на таких вот малых предприятиях, малых формах, мы, собственно, сможем добиться очень многого. Но и одним, наверное, из самых главных это воспитание подрастающего поколения и воспитание любви к труду. Не могу не спросить еще про одно ответвление на нацпроект демографии. Это старшее поколение, тоже большая работа была проведена в 2019 году. Вот на что, как по-вашему, нужно сделать больше акцент? Ну, смотрите, старшее поколение действительно это очень большой блок работы, это многогранный и многоперспективный процесс и проект очень интересный. С каждым, наверное, месяцем он у нас усиливается, развивается, и мы получаем, собственно, и большие, достаточно серьезные уже результаты, но и понимаем, что планы у нас очень большие. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот на сегодняшний день мы реализуем проект под названием «Мобильная бригада». На федеральном уровне этот проект должен был заработать с 1 января, однако мы получили 17 машин, мы их закупили. К имеющимся трем машинам мы охватили 21 муниципалитет, который имеет сельские территории, сельские поселения. Их 21. И не ожидая 1 января, мы разработали порядок работы свою, пока свои рекомендации методические, разработали нормативные документы, и, собственно, с 1 сентября уже этот проект запустили. То бишь 4 месяца до того, как на федеральном уровне вот этот процесс пошел, мы уже начали свою работу. Начали работу с дальних сел. Что предусматривает проект «Мобильная бригада»? Это бригада, у которой есть машина, в каждом муниципальном образовании она есть, которая начинает проезжать каждую семью в сельской местности, и те семьи, в которых есть граждане старше 65 лет. Процессы выявления проблемных вопросов, касаемых здоровья, это самая главная цель «Мобильной бригады». То есть, вот две цифры назову, чтобы понимание было. Мы обследовали 466 населенных пунктов, это 51%, то есть вот за 4 месяца мы 50% охватили, достаточно серьезный процент. Порядка 14 тысяч мы осмотрели граждан. То есть мы их обследовали, кому-то оказали социальную помощь, какие-то социальные льготы смогли им обеспечить. То есть, работая с семьей, мы понимаем, в чем проблема. Но главное, что порядка 2,5 тысяч мы смогли отправить в лечебное заведение. То есть, получается, у нас каждый, наверное, пятый нуждается в медицинской помощи. То есть, есть люди, которые не проходили много лет обследования, где бы не было диспансеризации. Есть люди, которым необходимо провести какие-то анализы, сделать, есть люди, у которых есть хронические заболевания, которые срочно необходимо лечить. Но из-за того, что, во-первых, возраст, во-вторых, дальнее расположение далеко от районного центра или от областного не позволяет мобильно сразу приехать по мере необходимости. Так вот, мобильная бригада, понимая проблему, берет человека, привозит его в районную больницу и потом также отвозит при уже завершении вот этих процедур. Это достаточно серьезный процесс. Мы вот в первом полугодии, я думаю, завершим уже обследование таких граждан. И сейчас мы уже начинаем думать, как же быть, что нам делать дальше вот этой мобильной бригаде, как обследовать и помогать гражданам старшего поколения в дальнейшем. Ну, одно дело, когда мы их проверили, диспансеризацию провели, и как бы, а что дальше? А дальше мы говорим, что должны быть какие-то профилактические мероприятия, какие-то вещи, которые помогут продолжить работу в данном направлении. И эта работа, конечно, на повышение качества жизни будет направлена. Поэтому, собственно, это вот один из моментов, которые мы проводим. Вторая задача, самая главная, это поддержать тот активный образ жизни, который был у человека раньше, оно с приходом на пенсию, он немножко снижается. Так вот, создание центров активного долголетия, это второе направление, которое самое большое, на наш взгляд. И пока мы еще не до конца набрали обороты, хотя результаты у нас неплохие, но впереди работы очень много. Более 200 центров сегодня работает на территории региона. Цифра очень большая, очень хорошая. 17,5 тысяч человек на сегодняшний день от граждан старшего поколения у нас посещают эти центры, то есть посещают регулярно. Более 48% граждан старшего поколения, это более 100 уже тысяч человек, у нас активно участвуют в разовых мероприятиях, акциях, всевозможных турслетах и так далее. То есть наша задача не просто проводить массовые мероприятия, а вовлечь людей так, чтобы постоянный досуг, постоянная занятость у граждан старшего поколения была. Тем более направленностей сегодня у нас огромное количество. Это и серебряные каникулы, и социальный туризм, это и серебряное волонтерство, это и серебряный университет. То есть найти себя, ну просто вот наша задача вовлечь людей. Сегодня у нас действует 6 направленностей занятий и досуга для граждан старшего поколения. Это огромное количество. Это и спортивное направление, это и художественно-эстетическое, это и декоративно-прикладное, это и техническое, мы учим компьютерной грамотности, это и интеллектуальное, мы изучаем уже языки, у нас поступают заявки на обучение китайскому языку, понимаете. То есть вот мы даже не предполагали, но есть очень активные граждане, во-первых, это профилактика болезней различных, во-вторых, это занятость, это увлеченность, опять же, общение с теми, кому это интересно. Так вот, главное, чтобы вот эта направленность была у нас в каждом муниципальном образовании, сегодня в каждом муниципальном образовании у нас есть хор, граждан старшего поколения, у нас есть битва хоров, шикарные мероприятия, когда около 400 человек приезжают на это. У нас есть в каждом муниципальном образовании такие вот, в общем сказать, отряды, которые участвуют у нас в возможных туристических эстафетах, походах и летних, и зимних. То есть это те граждане, которые очень активны. Наша задача привлечь в активность всех остальных, кто пока еще не привлечен и не вовлечен в нашу работу, а также вопрос того, чтобы вот эти центры активно-долголетие посещало еще больше людей. Мы будем расширять эту географию, и на сегодняшний день на этом очень большие вопросы, собственно, большие ресурсы задействованы как региональные, так и муниципальные. Ну и, наверное, третий, скажу буквально несколько слов, это в перспективе на 2020 год реализация нового, совершенно вообще рост новейшего проекта, который начинает только делать первые шаги на уровне России, это система долговременного ухода. К сожалению, сегодня, пока мы на этой теме имеем очень, ну, собственно, незначительные результаты, так вот, отобрано несколько регионов, которые запускаются в пилотном варианте, мы в 2020 году начнем внутренний формат, свой внутренний ресурс выстраивать на реализацию этого проекта, ну и планируем в 2021 году широкомасштабно шагать на всем регионе. Это система реабилитации медицинской, это, собственно, возможность человека, который находится, к сожалению, вот в таких условиях, что он, ну, болен, но дать возможность ему реализовать все свои ресурсы для того, чтобы как можно больше он мог функций своих, собственно, настроить для себя и дефицит вот этого имеющегося обслуживания сократить. То есть это тема, которая требует дальнейшего... Ну, я думаю, что мы поговорим на эту тему отдельно, потому что она интересная и самое главное очень сложная. Но мы готовы шагать. А мы будем следить за развитием событий в 2020 году. Спасибо большое, Ольга Михайловна. Пару слов скажите, пожалуйста, нашим зрителям, что бы вы хотели пожелать в 2020 году? Ну, нашим зрителям я, конечно, хочу всем пожелать большого здоровья. Здоровья и любви. Чтобы каждый человек имел семью, берег свою семью, любил детей и делал все для того, чтобы в семье жизнь была прекрасной, чтобы царила любовь, порядок. И, собственно, это самое главное в нашей жизни. Спасибо большое. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...